Всем привет! Сегодня 7 октября, в Московской области заканчивается дачный сезон, но остается еще довольно-таки много работы. Например, высадка озимого чеснока. В Московской области, по моему мнению, озимый чеснок можно высаживать до 15 октября смело, но не позже, потому что все-таки нужно дать чесноку, чтобы он укрепился в земле. Каждый год высаживаю чеснок озимый. У меня есть на канале видео, можно зайти посмотреть, какой шикарный у меня чеснок. Это чеснок мой, это сорт слон. Высаживаю каждый год, как я уже сказала, но в данный момент он не очень крупный, потому что я в этом году чеснок омолодила. Есть на канале видео, зайдите, посмотрите. И только получить прям крупную головку, как он есть, это я получу только на следующий год. Так, в этом году еще буду высаживать сорт Любаша. Этот сорт я купила на выставке на ВДНХ, я уже рассказывала, что туда ходила. Очень известный сорт, я его никогда не сажала. Вот, решила попробовать посадить. Купила всего лишь для разведения две головки. Тоже довольно-таки крупный чеснок, зубчики. Попробую посадить. И также еще купила я чеснок. Это вот такой очень интересный чеснок. Здесь всего лишь 4 зубца. И посмотрите, какие они крупные. Очень крупный чеснок, плотный, красивый. Я не знаю, как на камеру, но вживую он очень красивый. Тоже куплен на выставке на ВДНХ. Это дмитровский чеснок. Я не знаю, как он называется, но я его назвала дмитровский, потому что его бабушка продавала на этой выставке свой чеснок. И она сказала, что она проживает в Дмитрове. И, в общем, там его и выращивает. Купила на разведение 3 штучки. Она всего их продавала, наверное, штук 10 головок. И я уже купила 3. Думаю, пойду еще куплю. Отошла буквально и 3 минут не прошло. Подхожу, уже люди разобрали у нее весь чеснок. Поэтому вот досталось всего лишь 3 головки. Буду разводить. Очень уж мне он понравился. И она говорит, что он хорошо хранится. Мы попробуем. Вот такой у меня в этом году посадочный материал. Что я сейчас делаю? Я сейчас нахожусь в теплице, потому что у нас в Московской области очень холодно. Ветрено, но светит солнышко. В общем, самое время посадить чеснок. И у нас эти дни шли дожди, поэтому земля не сухая, влажная. Я думаю, все будет в порядке. В этом году купила препарат Максим. Я его уже развела. Сейчас я вам покажу эту этикетку. Вот такой препарат. Я думаю, все его знают. Это специальный препарат для луковичных протравливать. Взяла вот такой. Разбавила здесь 1 ампула на 2 мл. Разбавила на 1 литр воды. И в этом я в растворе оставлю чеснок на полчасика, чтобы он протравился. Сейчас я все головки разберу на зубчики. Еще раз говорю, что мне кажется, я каждый год это говорю. Я чеснок разбираю на зубчики в тот день, когда я его собираюсь высаживать. То есть я не делаю это за неделю, за 5, за 3 дня. Вот сегодня я его высаживаю. Сегодня я разбираю на зубчики. Вот такое мое мнение. Зубцы из головок я беру только из первого ряда. То есть все, что зубцы находятся внутри головки, на семенной материал они не пойдут. Из первого ряда я беру самые крупные зубчики. Вот эту всю мелкотню, конечно, я откидываю. Я это на семенной материал не беру. Чем лучше будет посажен семенной материал, тем хорошую и крупную головку чеснока вы получите. Разобрала головки на зубцы и хотела заодно вам показать, допустим, разницу между старым чесноком и чесноком, который я в этом году омолодила. Этот чеснок вырос из однозубки. Посмотрите, какого качества семенной материал. Зубец очень плотненький, кожурка глянцевая, очень красивый. А это вот зубчик старого чеснока. Видно, что уже чеснок постарел. Поэтому омолаживать чеснок нужно обязательно. Это сорт Любаша, тоже хорошего качества семенной материал. Мне понравилось. Так, и чеснок Дмитровский. Сейчас я это все засыплю в ведро и на полчаса оставлю, пускай протравливается. Чеснок пока отдыхает. Высаживаю чеснок вот в такие грядки. Для нашей семьи достаточно их трех. Подготовила я их на прошлых выходных. Получается, вот прошла неделя. В качестве севооборота во всех трех у меня рос зеленый горошек. В общем, совмещаю приятный с полезным. И горошек поели, и севооборот произошел. После горошка я добавила сюда, обязательно добавляю песка, чтобы почва была полегче. Чеснок растет только на легких почвах. Я его выращиваю уже, получается, 4 или 5 лет. И заметила, что растет, если почва тяжелая, какая-нибудь глина, не будет хорошего чеснока. Я в своей земле вот в такой чеснок даже не копаю. Я его просто подкапываю и вытаскиваю из земли. И его даже, честно сказать, подкапывать не нужно. Просто вырывать и все. И так, добавила песка, как я уже сказала. И обязательно добавляю золу. В каждую грядку я вот на такую грядку я добавляю примерно литр золы. Все это перемешиваю. Все, у меня грядка готова. Готовлю, конечно же, заранее ее. Минимум за неделю, в лучшем случае за 2 недели, чтобы земля осела. Пока протраливается чеснок, нужно подготовить грядку. Я чеснок не сажаю в эти всякие борозды или не делаю траншейку. Это все очень медленно. Чеснок уже привыкла. И мне так удобно сажаю вот в такие лунки. Отверстие делаю или черенком от лопаты. Если у вас есть, можно сделать чесночную сажалку. Или даже, когда вообще ничего нет. Берете вот такую палочку. У меня, допустим, березовая. Она не тонкая. Диаметр палки, чтобы был не тонкий. Как раз по зубчику чеснока. И делайте ей отверстие. В общем, кто на что гораст, так и делает эти отверстия. Глубина примерно не меньше 10-12 см. Обязательно. И расстояние между головками будет 10-15 см. Не меньше. Нельзя чистить. И вот кажется, что расстояние такое большое. Вот если посмотреть. Но когда чеснок взойдет, он мощный. Сами головки же крупные. И чтобы не затенял друг друга. И головка могла нарастить свою массу в этом промежутке. Делайте не меньше 12-15 см. Потому что чеснок по итогу у вас вырастет крупный. Если будете редко и часто сажать, то, конечно, и головка вырастет мелкой. Вот. Все. Чеснок у меня подготовлен. Разделю сорта, чтобы посмотреть, на что способен сорт Любаша. Это Дмитровский. Посадка это вообще дело. Я думаю, здесь вообще ничего не нужно придумывать. Просто беру зубок и опускаю его на глубину. Все. Я его там не заглубляю. Ничего я его не прижимаю. Просто кладу. И так дальше. Каждый зубок укладываю. Все. Чеснок на месте. И прикрываю легким движением руки. Слегка обминаю землю. И все. И так я высаживать буду чеснок. Вот таким несложным способом я высаживаю чеснок под зиму. Еще хочу сказать, что я его не поливаю после высадки. Чесноку нужно дать укорениться. Поэтому мы его и высаживаем до 15 октября. Но не дать прорасти. Даже, знаете, если чеснок и прорастет, ничего страшного. У меня было такое, что вырастал на сантиметрах, наверное, 10. Вылезал. И потом были морозы. И все равно урожай был отличным. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok